Здравствуйте дорогие друзья! С вами снова компания RDM Import и мы продолжаем знакомить вас с теми или иными особенностями автомобилей при выборе булочных экземпляров. Тема нашей сегодняшней шпаргалки Mitsubishi Outlander XL. Данный автомобиль продавался в России большими тиражами, соответственно выбор поддержанных экземпляров на вторичном рынке просто огромный. Сегодня мы поговорим о особенностях выбора булочного автомобиля на примере данного экземпляра. Этот автомобиль 2008 года выпуска с двигателем объемом 2,4 литра и вариаторной трансмиссией. Первый аспект, на который вы будете обращать внимание при выборе автомобиля, это конечно же кузов. Что касается кузова, у Outlander XL с завода было достаточно тонкое лакокрасочное покрытие, поэтому особенно у владельцев, использующих автомобиль для езды по трассе, либо для вылазок на природу, кузов достаточно быстро покрывался сколами. Именно поэтому достаточно сложно обнаружить Outlander XL в поддержанном состоянии, полностью в заводском окрасе. Какие-то косметические подкрасы на автомобиле практически в обязательном порядке будут присутствовать, бояться этого не нужно. Это не всегда признак того, что автомобиль попадал в серьезное ДТП. Обращайте внимание на целостность проемов, порогов, лонжеронов, силовой структуры. Какие-то косметические подкрасы на этих машинах, которые уже разменяли первые десяток лет, это абсолютная норма. Что касается характерных особенностей именно данной модели, передний бампер здесь крепится при помощи одноразовых клипс. Соответственно, если по какой-то причине производилось снятие переднего бампера, эти клипсы зачастую никто новые не ставит. Бампер ставится на старый крепеж и отсюда на некоторых экземплярах можно наблюдать увеличенный зазор между бампером и фарой. Это тоже не всегда признак тяжелого фронтального ДТП. Возможно, где-то просто производился ремонт бампера, что-то подкрашивалось. То есть это не повод для паники. Это норма. Бампер тяжелый, со временем провисает. Также при осмотре кузова обращайте внимание на следующие моменты. Откройте двери автомобиля, пройдите, осмотрите его. Чаще всего первые признаки ржавчины на кузове начинают проявляться в месте стыка металлической части порога с пластиковой накладкой. Также, если автомобиль эксплуатировался владельцем, который не считал нужным производить регулярную мойку кузова автомобиля, в первую очередь начинает свести соединение места перехода порога и заднего крыла. То же самое вы обращаете внимание на состояние металла на стыке с пластиковой накладкой. Также совершенно не лишним будет посмотреть полностью состояние всей колесной арки. Как правило, коррозия начинается на этих автомобилях именно по задним аркам. Что касается общей стойкости кузова Outlander XL к коррозии, автомобиль в данном случае не хуже и не лучше, чем многие свои одноклассники. То есть места повреждения, особенно после ДТП, действительно корродируют достаточно быстро. Но в целом Outlander XL, прогнивший до дыр, пока еще достаточно большая редкость. То есть при своевременном уходе у рачительного владельца кузов будет в исправном состоянии и находиться в таковом будет достаточно долго. Теперь давайте перейдем к осмотру подкапотного пространства. Что касается выбора силовых агрегатов. Если вы рассматриваете автомобиль дорестайлинговый, то есть до 2010 года выпуска, то силовых агрегатов на выбор у вас будет 2. Это либо рядная четверка объемом 2,4 литра мощностью 170 лошадиных сил, либо трехлитровый V6 мощностью 220 лошадиных сил. На данном экземпляре у нас установлен двигатель 4B12 объемом 2,4 литра, рядная четверка. А чем примечателен данный мотор? Привод ГРМ у него реализован посредством цепи. То есть не требует регулярного вмешательства. По заверениям производителей цепь здесь служит весь срок службы двигателя. По факту крайне редко встречались случаи замены данных цепей на пробегах в районе 150-180 тысяч километров. Каких-то характерных болячек данный двигатель не имеет. Из его особенностей можно отметить то, что у него нет гидрокомпенсаторов зазоров клапанов. Соответственно раз в 90 тысяч километров выполняется ручная регулировка клапанных зазоров. Также стоит отметить, что данный двигатель за счет того, что имеет цепь приводи ГРМ, достаточно шумно работает, если сравнивать его с ременными агрегатами. На этом в общем-то недостатки заканчиваются. Такую силовую установку можно назвать наиболее рациональным выбором. Оснащенный таким двигателем автомобиль в городском цикле расходует около 12 литров топлива, что по нынешним меркам для достаточно тяжелого кроссовера на полном приводе весьма-весьма неплохо. По сути дела при осмотре подкапотного пространства стоит обратить внимание все так же на подтеки масла на клапанной крышке. Что встречается на моторе 2А4 крайне редко. На V6 обязательно обращайте внимание на состояние прокладки клапанной крышки на задней голове, потому что она скрыта от глаз коллектором и практически никто никогда туда не лазит. То есть если масло начинает куда-то течь, то начинает течь именно по той прокладке. На 2А4 это проблема крайне редкая. При осмотре подкапотки обязательно обратите внимание на состояние насоса гидроусилителя и на состояние бачка, а также шлангов системы гидроусилителя руля. Они могут потеть, иногда открываются течи. То есть это особенность, скажем так, характерная конкретно для аутлендера. Посмотрите на состояние этих агрегатов обязательно. Пожалуй, единственным слабым местом данной силовой установки стоит назвать малый ресурс роликов-натяжителей приводного ремня. То есть если вы заводите автомобиль и слышите посторонние звуки, такие как свист, шарканье, виноват, скорее всего, как раз приводной ремень. То есть, ну, это проблема достаточно недорогая в устранении. Пара слов о трехлитровом агрегате. А двигатель 6B31, который устанавливался под капот аутлендер XL, продолжает устанавливаться под капоты аутлендеров и до сих пор. То есть если вы покупаете автомобиль 2020 года, там будет стоять все тот же мотор. Немножко доработанный, чуть мощнее, чуть экономичнее, но в основе своей он остается без изменений. У данного двигателя есть, по сути дела, только два момента, на которые стоит обращать внимание. Первое. Привод ГРМ у него выполнен ремнем. Ремень подлежит замене каждые 90 тысяч километров. И в случае с Mitsubishi это не тот случай, когда эту замену можно постоянно откладывать. При обрыве ремня ГРМ на трехлитровом моторе клапана гарантированно загибает. Второй момент, который на автомобиле БУ с пробегом больше 100, 150, 200 тысяч километров, уже, скорее всего, был когда-то устранен дилером по гарантии, это заслонки впускного коллектора с изменяемой геометрией. Переходим к осмотру автомобиля на подъемнике. Что касается подвески Outlander XL, спереди здесь стоит обычный MacPherson, сзади подвеска многорычажная. На что стоит обратить внимание? Особо слабых мест по ходовой части у автомобиля нет. Единственным исключением были оригинальные задние пружины, которые достаточно быстро проседали. Но на автомобиле, который вы будете рассматривать покупки, скорее всего, эти компоненты уже были давным-давно поменены. При осмотре обращайте внимание на состояние переднего подрамника. На 2,4 эта проблема совершенно не характерна. На трехлитровых двигателях передний подрамник имеет свойство достаточно быстро корродировать и прогнивать до дыр. Постарайтесь избежать достаточно дорогостоящей замены данного компонента, проявив внимание при осмотре на подъемнике. Что касается рулевой рейки, к слабым местам данной модели этот узел не относится. Рейки выхаживают достаточно большие пробеги, достаточно выносливые. Основная проблема с рулевым управлением как раз-таки скрывается в насосе ГУР. Но это вы уже проконтролировали при осмотре автомобиля под капотом. Также по подвеске. В передней части регулярного внимания, по сути дела, требуют только стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Компонент совершенно копеечный, замена также несложная и недорогая. Также при осмотре снизу, стандартно, абсолютно для любого автомобиля, обращайте внимание на подтеки технических жидкостей, а именно масла. На Outlander XL обратите особое внимание на место, где стыкуется коробка передач и передний редуктор. Что касается задней подвески, здесь она многорычажная, соответственно, большое количество сайлинг-блоков. Сайлинг-блоки имеют свойство изнашиваться, рваться. При осмотре на подъемнике обратите внимание на состояние этих самых сайлинг-блоков. Теперь по системе полного привода. На Mitsubishi Outlander у нас используется электрическая муфта, которая при пробуксовке передней оси подключает заднюю. Вы можете ее принудительно заблокировать, либо вообще полностью выключить из работы, оставив автомобиль на переднем приводе. Каких-либо неполадок с данным узлом практически не возникает. За 4 года работы практически я не видел ни одного Outlander, у которого бы полный привод не работал. Данная система на этих автомобилях действительно очень надежна. И ее отказы, по большому счету, связаны не с муфтой подключения, а с проблемой с каким-либо электронным компонентом. Например, обрывом датчика ABS. То есть, если вы смотрите автомобиль, у которого вы проверили, все контрольные лампы на приборной панели исправны. Все тестируется, все гаснет. Лампы ABS антипробуксовочной системы у вас не светятся постоянно. Сама антипробуксовочная система включается, выключается по кнопке, и при проверке сканером не выявлено электронных ошибок по системе полного привода. Скорее всего, с ним у вас все в порядке. Также на первых годах выпуска Outlander XL проблемой были заслонки системы отопителя, которые отвечают за регулирование направления подачи воздуха. Поэтому при осмотре своего поддержанного экземпляра в обязательном порядке прощелкайте ручку управления заслонкой по всем позициям и обратите внимание, что воздушные потоки у вас действительно перераспределяются. Потому что если эта заслонка будет неработоспособной, то ремонт будет достаточно дорогостоящим, так как повлечет за собой демонтаж всей приборной панели. Теперь о трансмиссии. На автомобилях Mitsubishi Outlander XL вы можете встретить только три варианта коробок. Это механику, про нее мы сейчас говорить не будем. Версии с механической коробкой объемом двигателя 2,4 литра встречаются в продаже крайне редко и не получили большого распространения, потому что класс автомобиля уже предполагал отсутствие третьей педали. Что касается трансмиссий автоматических, здесь у вас будет либо шестиступенчатый гидромеханический автомат. На трехлитровом автомобиле здесь говорить про ту коробку что-то бессмысленно, потому что коробки весьма ресурсные, надежные и достаточно неплохо переносят даже соседство с трехлитровым мощным двигателем. Теперь про вариаторную трансмиссию, которую будет присутствовать на автомобиле с двигателем 2,4 литра. Многие вариаторов боятся. Делать этого не нужно. Из практики хочу сказать следующее. На автомобилях с пробегами больше 150 тысяч километров, если коробка имела какой-то врожденный дефект, она уже скорее всего была поменена до вас. Бояться этого не надо. Коробки ходят. Лично наблюдал автомобили с пробегами за 230 тысяч километров, где вариаторная трансмиссия прекрасно работала. При осмотре даже на улице вы можете сразу определить для себя, стоит вообще продолжать смотреть данный экземпляр, либо нет. Проверив коробку, то есть как это делается, такой экспресс-тест немножко колхозный. Что надо сделать? Вы находите поребрик достаточно высокий, подъезжаете к этому поребрику, выворачиваете руль, упираетесь колесами в поребрик, можно одним колесом. Далее на дышке убираете ногу с тормоза, начинаете потихоньку добавлять газ. Следите за оборотами. В момент, когда автомобиль перевалится через поребрик, обороты двигателя должны быть в диапазоне от 2 до 3 тысяч оборотов, в зависимости от крутизны этого самого поребрика. Если вы наблюдаете такую картину, что вы давите газ, двигатель орет, машина стоит на месте, скорее всего конус и ремень вариатора уже достаточно изношены, то есть не могут обеспечить должную передачу крутящего момента с двигателя на колеса. От дальнейшего осмотра такого автомобиля лучше отказываться сразу. Если же вы все-таки приобретаете автомобиль с вариаторной коробкой, то залогом долгой работы вашей коробки передач будет регулярная смена масла, не реже, чем раз в 30-40 тысяч километров с заменой фильтров. Также владельцам Outlander и будущим владельцам Outlander с вариаторной трансмиссией могу дать один совет из практики, лайфхак своего рода. Если у вас на автомобиле проявляется следующий симптом, вы едете, начинаете замедление, притормаживаете, потом ногу с педали тормоза переставляете на газ, нажимаете, в этот момент получаете толчок либо пинок, не спешите сразу сдаваться в центр ремонта трансмиссии. Попробуйте для начала обойтись процедурой чистки и адаптации дроссельной заслонки. В 90% случаев проблема решается именно таким образом. И в завершении осмотра переходим к сверке ВИН-номеров на автомобиле. У Outlander ВИН-номер продублирован всего в двух местах. Первое – это на моторном щите под капотом пространстве, он выбит на кузове. И второй дублирующий ВИН находится на табличке с информацией по модели, которая находится на правой средней стойке кузова. Стоит еще отметить момент, связанный с экологией, с каталитическими нейтрализаторами. На данных моделях срок службы катализаторов в районе 150-200 тысяч километров. На большинстве автомобилей на вторичном рынке катализаторы уже давно поменены предыдущим владельцам на пламегасители. Каких-либо проблем с ними возникать у вас уже не должно. В целом, Mitsubishi Outlander XL – это действительно надежный автомобиль. Самый большой багажник в классе, клиренс по меркам кроссовера также просто огромный. Хорошая проходимость и отсутствие каких бы то ни было особо дорогостоящих детских болячек. Правильно подобранный экземпляр на самом деле может стать рациональным приобретением и не доставит вам каких бы то ни было проблем в течение достаточно длительного срока эксплуатации. Вот и все на сегодня. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть в обзорах далее. Всего доброго, спасибо за внимание, счастливо!